Каждый месяц мы обсуждаем перспективы развития рынка труда Самарской области с экспертами Департамента по управлению персоналом и кадровой политики аппарата администрации городского округа Самара. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Как сделать труд женщин безопасным? Какие профессии запрещены для прекрасной половины человечества? Кто отвечает за безопасность женщин на рабочем месте? В нашей студии Дмитрий Васюхин, консультант отдела охраны труда Департамента по управлению персоналом и кадровой политики аппарата администрации городского округа Самара. Дмитрий Владимирович, здравствуйте. Спасибо, что пришли в нашу студию. Добрый вечер. Ну и, собственно говоря, вот март традиционно – это месяц, когда мы поздравляем женщин. И, соответственно, поговорить о ситуации с безопасностью труда тоже очень актуально. Да, женщины долго боролись за свои права, движение эмансипации. Они как бы добились своего, и права сейчас, по сути дела, женщин и мужчин равны на практике. Но вот есть такое понятие, как трудовые ограничения. Трудовые ограничения для женщин есть? Нужно сказать, что борьба женщин за свои права продолжается. Перечень тех профессий, которые у нас запрещены для женщин, у нас постепенно уменьшается. Ну, теперь у нас осталось всего 100 таких профессий, в соответствии с приказами Минтруда Российской Федерации 512. В основном в своей массе это довольно специфические профессии, где труд женщин не рекомендуется. Это шахтеры, те же самые подземные работы. Это тяжелые работы, прежде всего, где работы связаны с применением грубой физической силы. В основном в своей массе это вот эти профессии. Для того, чтобы нашим работодателям убедиться, что они не нарушают законодательство в этой сфере, вот как раз по приказу Минтруда 512-Н я рекомендую в обязательном порядке ознакомиться. Хотя там, ну, в большей части, конечно, это касается крупных промышленных предприятий. Ну, а по большому счету, большинство этих самых ограничений у нас будет касаться женщин, которые либо беременные, либо которые кормящие мамы. Тем паче, что президент у нас неоднократно говорит о том, что у нас здоровье нации, ну, а здоровье нации, это напрямую связано с здоровьем женщин, находится у нас в стране в приоритете. Поэтому не только государству, но и работодателям в обязательном порядке нужно следить за тем, чтобы ни права женщин, ни их здоровье ни в коем случае не ущемлялось в связи с их производственной деятельностью. А в остальном же надо сказать, что женщины действительно добились многого в своей борьбе, и многие профессии до них, собственно говоря, у нас в настоящем момент не ограничены. Ну, я с интересом узнавал, даже если это тоже профессия, там, защищать Родину, например, что они сейчас поступают и в Рязанское воздушно-десантное училище, там, и на флот активно идут. То есть, в общем, сейчас практически, я так понимаю, ну, крайний узок вот перечень тех специальностей. Я вот не знаю, например, есть ли женщины военные пилоты. По-моему, еще нет. Я, честно говоря, тоже об этом не слышу, что военные пилоты были, там перегрузки, надо сказать, очень глобальные. Да, да, насколько дамское здоровье, оно выдержит вот такие перегрузки. Ну, как вы правильно отметили, что и военные, сейчас мы даже и на парадах 9 мая видим, сколько у нас... Красивых женщин красиво маршируется. Совершенно верно, совершенно верно. Ну, основные ограничения, о которых нужно в обязательном порядке сказать, это касается у нас, во-первых, норм поднятия тяжестей, то есть, сколько можно поднимать тяжестей на рабочем месте. Хотя нужно отметить, что, конечно, если речь идет именно о тяжелых работах, связанных с перемещением этих самых тяжелых грузов, то мужчинам, конечно, нужно взять на себя по подавляющую роль. Ну, а в принципе, если мы говорим именно о информативах, то здесь будет актуально вспомнить по приказу того же самого Минтруда 629-Н. Ну, и если нагрузка на женщину у нас идет периодически, не чаще двух раз за час, то до 10 килограмм можно поднимать. Если мы говорим о нагрузке, которую дама будет у нас осуществлять поднятие в течение всего рабочего дня, это не более 7 килограмм. Ну, и разовая нагрузка, опять без перемещения, то есть, не носить ее куда-нибудь на расстоянии, это до 15 килограмм. Больше поднимать ни в коем случае нельзя. Ну, и нужно, конечно, помнить о том, что мы говорим о абсолютно физически здоровых людях. То есть, если есть у дамы какое-то ограничение по состоянию здоровья, или она находится в положении, то есть беременная женщина, то вообще, в принципе, тут нагрузки уменьшаются значительно. Больше того, таким дамам в соответствии с другим нормативным документом, он больше касается у нас ведомства Роспотребнадзора, а мы все должны помнить, что требование санитарного законодательства является абсолютно обязательным для всех. Так вот, СанПИН 2020 года, генических требований к условиям труда, он касается общих, но есть специальный раздел, именно касающийся беременных женщин. Так вот, в нем у нас с вами четко говорится о том, что беременные женщины не должны ни в коем случае работать во вредных условиях труда. И если дама до этого работала с вредностью, что называется, по итогу спецоценки, то в обязательном порядке работодатель обязан будет перевести ее на другие работы, в которых вредности у нее нет. При этом в данном случае она будет получать зарплату не меньше, чем она получала на предыдущем месте работы. Средний заработок работодатель должен ей будет обеспечить в обязательном порядке. Ну, кроме того, беременным у нас запрещается всячески контактировать с любыми инфекционными вирусами, возбудителями во всех формах, с избыточной влажностью, с повышенным инфракрасным излучением, с повышенным барометрическим или пониженным барометрическим давлением. На это тоже нашим дорогим работодателям следует обратить внимание. Ну и еще всячески исключить вынужденные позы и положения. То есть работа на конвейере. Работа, где требуется постоянно сидеть, допустим, или постоянно стоять. То есть должна быть именно свободная поза, то есть именно принимать то положение, которое даме будет удобно. И, кроме того, минимальная нагрузка на мышечный аппарат. То есть ни в коем случае ей не должно никуда давить. Соответственно, мышцы не должны находиться постоянно в тонусе. Это тоже обязательно и непреложные условия для организации рабочих мест беременных женщин. Вот вы начали уже, по сути дела, говорить отчасти о гарантиях. Потому что вы сами сказали, что, допустим, если женщина работает во вредных условиях труда, обязаны ее в случае наступления беременности, то есть нужно ее перевести на другую работу с сохранением зарплаты. Какие еще отдельные гарантии для женщин существуют? Также можно сказать о том, что в декрет женщина может идти на ранних сроках. Опять, если у нее есть... Что такое ранние сроки? Ранние сроки, ну, соответственно, до наступления тех сроков, когда у нас все дамы переходят. Опять, но если есть медицинские показания. То есть, допустим, женщина только забеременела. То есть каких-то внешних проявлений особых нет. То есть, казалось бы, она может продолжать работать, но при всем при этом каждая дама переносит беременность по-разному. Опять-таки, условия труда на рабочие места тоже могут существенно отличаться. И поэтому медики могут прийти к выводу, что нахождение на рабочем месте для дамы будет нежелательным. Поэтому работодателю нужно будет, опять-таки, перевести ее на более легкий труд, либо вообще, в принципе, она может уже заранее перейти, что называется, в декрет уйти до наступления определенных сроков. Кроме того, о чем следует сказать? О том, что, ну, помимо того, что у нас существует ограничение по нормам поднятия тяжестей, то в том числе по перемещению. То есть работа беременной женщины не должна быть связана с постоянным перемещением. Ну, допустим, курьеры те же самые. То есть этот труд может быть тоже представлять для нее угрозу для ее здоровья, для жизни будущего ребенка. Мы с вами также должны исключить любые подземные работы в данном случае. Хотя многие могут отметить, что в метро, допустим, женщины сидят. А метро это подземная или не подземная? Метро это подземная работа у нас с вами считается. Но опять, кроме хозяйственных каких-то, санитарных работ и работ, не связанных с физическими нагрузками. Вот эти работы у нас допускаются, а вот все остальное, все, что связано у нас с повышенными физическими нагрузками, вот они у нас категорически запрещаются. Поэтому гарантии у нас такие есть. Что еще следует отметить? Следует отметить, что у нас к женскому здоровью предъявляются повышенные требования и в рамках медицинского осмотра. Поэтому всем работодателям, организующим медицинский осмотр, я напомню, что все работники должны проходить медицинский осмотр, которые работают в определенных профессиях. У нас в приказе 29Н Минздрава существует целый перечень профессий, которые обязаны проходить обязательные медицинские осмотры, а также те, кто работает во вредных условиях труда. Соответственно, следует обратить внимание, что к дамам в зависимости опять от их возраста подъявляются дополнительные требования к прохождению медицинских, ну то есть комплектации врачей и также сдачи медицинских анализов. Кроме того, женщинам, у которых у нас есть дети до полутора лет, ну если они выходят на работу до, соответственно, истечения срока декрета, который у нас до трех лет, то, соответственно, работодатель должен обеспечить в том числе перерывы, перерывы на отдых, перерывы на питание, ну помимо этого всего прочего, он должен предоставить им перерывы на кормление ребенка, если опять-таки это возможно. Ну, допустим, живет женщина где-то рядом с рабочим местом, и, соответственно, перерывы на кормление ребенка должны быть предоставлены не меньше 30 минут, каждые два часа. Вот. Если речь идет о многодетных матерях, у которых несколько детей до полутора лет, соответственно, перерыв у нас увеличивается до одного часа. Каждые два часа? Каждые два часа, совершенно верно. И, кроме того, если у нас дома работают в сельской местности, то у них, соответственно, у имеющих детей, у них сами рабочая неделя будет не более 36 часов в неделю. То есть, соответственно, сокращенная рабочая неделя, потому что... Да, ну, совершенно верно. А если нет возможности, если далеко рабочее место от дома, тогда что делать? Ну, тогда по согласованию с работодателем могут прийти какое-то иное решение. Может быть, сократить рабочее время еще каким-то способом. Ну, тут опять все решается индивидуально по договоренности между работником и работодателем. Опять-таки, работодатель обязан предоставить эту возможность. Ну, а уже пользоваться ей или не пользоваться, уже дам будет определять самостоятельно. Кто отвечает за безопасность женщин на рабочем месте? За безопасность любых работников, в том числе и женщин, и несовершеннолетних, и мужчин. У нас отвечает один человек, это работодатель. Это первое основное лицо, которое у нас будет отвечать за все. Все, что с нами происходит, где-то директор, где-то руководитель, где-то управляющий, где-то президент. Собственно говоря, у нас в компаниях некоторых официальный должен быть президент. Есть такое громкое слово. Поэтому первое лицо, кто у них является работодателем, тот человек, который подписывает с работником трудовой договор, он, соответственно, должен понимать, что ставя подпись в трудовом договоре, он несет всю полноту ответственности за все, что происходит у нас с работником на рабочем месте. Вообще, переступая порог своего рабочего места, работник должен понимать, что работодатель, соответственно, должен нести за него полную ответственность, чтобы у него рабочее место соответствовало государственным требованиям охраны труда, чтобы он создавал для него необходимый режим труда и отдыха, чтобы он ему, соответственно, обеспечивал надлежащий размер оплаты труда. И если, не дай бог, случаются несчастные случаи на рабочем месте, то, соответственно, работодатель должен организовать расследование, учет всех несчастных случаев, ну и в обязательном порядке компенсации за полученные увечья на рабочем месте тоже лежит. Это все в зоне ответственности наших дорогих работодателей. Вот на ваш взгляд, какие тенденции сейчас существуют в охране здоровья женщины на рабочем месте? Потому что то, что вы перечислили, на самом деле достаточно жесткое законодательство, и иногда даже где-то не позавидуешь работодателю, потому что соблюдать все это на самом деле непросто. И это где-то даже может создать, наверное, некие препятствия для получения женщины рабочего места, потому что где-то работодателю, вот как я думаю, иногда выгоднее под каким-то благовидным предлогом найти способ отказать женщине и взять мужчину, потому что вот то, что вы перечислили, и я так понимаю, тенденция та, что меняется все в сторону ужесточения. Вот как вы считаете это так? Ну, нам нужно понимать, что работодатель в своей основе несет также социальную роль. Он не должен отделять себя от государства. Если у нас государство говорит о том, что демографическая ситуация в стране довольно сложная, и нужно позаботиться в настоящий момент о работниках в обязательном порядке, о людях вообще нужно позаботиться, то ему тоже нельзя оставаться в стране. Тем более, опять-таки, вложение своих работников, оно в обязательном порядке вернется. Вернется чем? Финансовые прибыли. Согласен. А дамы, они у нас, ну, если речь, конечно, не идет об опасных или специфических каких-то работах, они иногда показывают значительно более высокие показатели, чем мужчины. Да, ну, допустим, те же самые бухгалтера, кадровые работники. Если мы посмотрим процентное соотношение мужчин и женщин по этим профессиям, ну, дамы тут занимают подавляющее большинство. Если работодатель организует правильно работу, в том числе и в области охраны труда, то вот соблюдение вот этих вот не очень большого количества, но очень важных льгот и компенсаций для организации труда женщин, они пойдут им только на пользу. И работодатели в настоящий момент по большей части понимают эту важность этих мероприятий, важных этих процедур, и идут навстречу, организовывают. Более того, некоторые наши отечественные компании, предприятия, они не останавливаются на этих гарантиях, они идут на шаг, а иногда и на два шага впереди тех минимальных требований, которые обозначает государство. Это касается и дополнительного медицинского обеспечения, и дополнительного страхования, медицинского страхования работников. Опять-таки, они понимают, что все эти вложения со временем, в обязательном порядке, сторицей у него окупится. — Ну, кстати, я согласен, потому что, исходя из своего жизненного опыта, женщины очень ценят хорошее к себе отношение, и они это понимают и видят, и, как правило, в ответ работодатель получает да, еще более высокое качество работы. — Да все люди ценят хорошее отношение, как говорится, добрые слова и кошке приятно. — Согласен, согласен. Вот если, не дай бог, произошел несчастный случай с женщиной на рабочем месте, а расследование этого несчастного случая будет идти как-то более жестко или, ну, примерно так же, как с мужчиной? — Ну, специфики здесь какой-то именно по расследованию несчастного случая женщины у нас с вами не существует, ровно как и по остальным категориям работников. Но при всем при этом нужно отметить, что женщины у нас более редко получают травмы на рабочем месте. Ну, может быть, это связано с тем, что не так много их работает на тех работах, которые у нас чаще всего подвержены драматизму. Я имею в виду работы на высоте, работы с какими-то в производственных цехах с повышенной опасностью. Но, как показывает наш опыт, наша практика, ну, более серьезно они относятся к собственной безопасности, к технике безопасности. Хотя тоже следует отметить, что от несчастного случая ни в коей мере не застрахованы никто. Даже если у вас обычное офисное помещение, если вы обеспечили все возможные требования пожарной безопасности, электробезопасности охраны, труда, вы ни в коей мере не застрахованы от того, что кто-нибудь не пойдет, не подскользнется, случайно не ударится обо что-нибудь. Сразу хочу сказать о чем, что работодателям не нужно бояться расследования несчастных случаев. Конечно, несчастные случаи — это неприятно. Это неприятно для работника, это неприятно для работодателей. Но если вы надлежащим образом организуете все мероприятия в области охраны труда, то, опять-таки, никто вас кошмарит, никто вас обижать в рамках расследования несчастного случая не будет. Цель и задача какой-то наказать или очень сильно оштрафовать работодателя, ее нет априори. Потому что главная цель и задача расследования любого абсолютно несчастного случая — это выявить причину несчастного случая. Как у нас было в одной крупной сети магазинов, когда с работником произошел несчастный случай, он стоял за кассой, и вдруг он падает. И никто не понимает, почему это происходит, причем сам работник даже не понимает. Кстати, это женщина и произошла, когда как раз с кассиром была дама. Она не понимает, почему она упала, почему это произошло. И когда, собственно говоря, комиссия начала расследовать несчастный случай, осматривать место происшествия, выяснилось, что там проводка была в некоторой части была оголена, и она случайно коснулась этого провода. Опять-таки, если бы комиссия не была расследования данного несчастного случая, не установила причину, то, соответственно, ни один бы работник, скорее всего, пострадал на этом рабочем месте. Поэтому именно процесс расследования несчастного случая — это помощь работодательу для того, чтобы ему организовать таким образом рабочее место, чтобы его работники на рабочем месте не страдали, не получали травмы, а, соответственно, не было простоя в организации работ, но простой в организации работ у нас влечет сокращение прибыли самого работодателя. А вот организовать так рабочие места, Да, организовать так процесс производства работ, чтобы у вас не было несчастных случаев, а следовательно, простой, это как раз вот эти вложения как раз окупаются в прибыли последующей работодателя. Ну и для того, чтобы, что называется, мотивировать наших дорогих работодателей на то, чтобы соблюдать технику безопасности и работников, и в том числе правильно они организовывают свои рабочие места. Вот если уточнить, я правильно понимаю, что если все организовано должным образом, и не дай бог произошел несчастный случай не по вине работодателя, а по вине работника, то ответственности по большому счету работодателя не будет. Штрафных мероприятий опять, если работодатель не будет. Если нет вины работодателя, бывает такое, что у работников в личной неосторожности. Да, об этом мы говорим, да, личная неосторожность. Сами в процессе расследования несчастного случая говорят, ну вот я не знаю, вот я вот сам не понимаю, как со мной это произошло, вот я осмотрелся или задумывался. В ней работодателя нет. Мы смотрим, соответственно, медосмотр прошел работник, у него противопоказаний нет. Обучение прошло, соответственно, он все знал, все умел. Работник со всеми ознакомлен, спецодежду он получил. Соответственно, работодатель провел все необходимые мероприятия для организации безопасного рабочего места. Человеческий фактор мы тоже не исключаем. Все, что будет в данном случае, соответственно, грозить работодателю, это проведение с работниками непланового инструктажа в плане того, чтобы еще раз напомнить о том, что, дорогие работники, вы, пожалуйста, на своих рабочих местах относитесь, пожалуйста, очень более внимательно и не отвлекайтесь от процесса выполнения работ. Это финансовое бремя на работодатель никакого не влечет. Это дальше, даже больше того, это пойдет в плюс. Он еще раз напомнит работникам своим о том, что требования охраны труда, соблюдать на рабочем месте, нужно в обязательном порядке. На сегодняшний день в Самарской губернии как информируют дам о вопросах безопасного труда? Мы проводим вообще большую информационную работу, причем мы работаем со всеми группами населения, и в том числе и с женщинами, и с несовершеннолетними, и с инвалидами, и со всеми абсолютно группами населения. У нас специально на территории города Самара реализуется информационный проект охраны труда в Самаре, который есть у нас и в средствах массовой информации, и на официальный сайт у нас подключен администрации города, и в социальных сетях, Телеграм, ВКонтакте. Там большое количество различной информации, в том числе по труду дам есть, то есть у нас там есть специальные памятки, выкладываются актуальные нормативные документы. Ну и, конечно, мы проводим большое количество информационных семинаров. Кстати, подавляющее большинство слушателей наших мероприятий, семинаров, как раз и являются дамами. А также мы проводим, мы смотрим статистику на, кто посещает наши информационные ресурсы. Так вот, 70% наших посетителей тоже являются дамами, что нам, соответственно, очень приятно. То есть, опять-таки, к вопросам охраны труда, они у нас относятся более серьезно, более внимательно. Ну и о чем статистика несчастных случаев нам еще раз подтверждает, что, соответственно, они более внимательно относятся к соблюдению техники безопасности. Для нас это очень приятно. Я правильно понимаю, что одна из причин – это то, что у нас специалисты по охране труда, ну, в значительной степени – это женщины? Ну, чаще всего, да. Чаще всего, хотя и мужчин тоже, чаще всего они у нас работают на крупных промышленных предприятиях. Вот. А дамы у нас в большей части работают в бюджетной сфере, ну, в частности, это школы, детские сады. Хотя, надо сказать, что некоторые наши коллеги, которые замечательно, не побоюсь этого слова, ведут и организуют работу в области охраны труда, работают на крупнейших наших промышленных предприятиях. И многим мужчинам, надо сказать, что они еще флору дадут в своих компетентностях, в своих знаниях и профессиональных качествах. Дмитрий Владимирович, вот в конце программы какие профессии вы бы, ну, все-таки не рекомендовали женщинам? Я понимаю, что это такой субъективный, можете отвечать, можете не отвечать, но вот ваше личное мнение. Ну, я, честно говоря, не вижу наших дорогих дам на подземных работах, о чем я сегодня уже говорил, это всякие шахтерские, это работы, где требуются повышенные физические, мышечные, что называется, усилия, потому что мы должны понимать, что главная функция наших дам, вот, пусть на меня не обижаются, но это, опять-таки, это материнство, это поддержание уюта в семье, то есть, опять-таки, если не они будут заботиться о детках, если не они будут заботиться о семьях, ну, тогда кто? А на этих работах, вот, которые я перечислил, ну, там очень велика вероятность травматизма, там очень, к сожалению, хотя государство и государственные органы на этом работают, к сожалению, и случаи со смертельным исходом тоже нередки. Поэтому вот на таких работах мы, конечно, дам крайне отговариваем работать, ну, и кроме того, это, конечно, законодательство нам тоже не позволяет работодателям принимать на эти рабочие места. Поэтому дамам я, в первую очередь, желаю найти такое рабочее место, чтобы оно, во-первых, конечно, соответствовало государственным требованиям охраны труда, ну, и, во-вторых, оно полностью удовлетворяло все их профессиональные желания, способности и желания, к самореализации. Вот такие места у нас на рынке труда, как нам наши коллеги из Центра занятости говорят, у нас, в принципе, в стране есть и их довольно большое количество. Поэтому стоит предусмотреть именно эти рабочие места. Ну, и чтобы у них было, на самом деле, потом время и силы уделять внимание семье, дому, то есть детям, мужу, чтобы они приходили и могли заниматься им. В обязательном порядке. Потому что, ну, я с вами в данном случае целиком и полностью согласен, потому что все-таки, ну, главное для женщины – это, конечно, семья. Мое личное, оценочное. А для нас – они. А для нас – они. Поэтому пожелаем им вот именно таких работ, которые позволяют им сочетать семью и работу, и чтобы семья, наверное, все-таки была, ну, мое личное мнение на первом месте. Лучше не скажешь. Спасибо за интересную и содержательную беседу. Спасибо. Надеюсь, что женщины с нами согласятся, потому что мы никоим образом не хотели их обидеть, а мы вот исключительно в данном случае выступаем на их стороне. Совершенно верно. Спасибо. Спасибо. Я надеюсь, увидимся вновь. Напоминаю, в нашей студии был Дмитрий Васюхин, консультант отдела охраны труда Департамента по управлению персоналом и кадровой политики аппарата администрации городского округа Самара. Берегите себя, берегите своих близких. Всего вам самого доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!